Марк, добрый вечер, я рада вас видеть и слышать. Рад приветствовать тебя, Олеча, рад приветствовать всех зрителей канала. Начнём, пожалуй, с новости о самом массовом налёте дронов по всей России. Я даже не буду перечислять области и города, в которых этой ночью были эти дроны, с разным эффектом и эффективностью, но, что интересно, их было 144, как Минобороны России озвучила, и почти до Москвы они долетели, потому что несколько десятков сбили в Подмосковье, ну, считайте, это самая уже большая Москва. То есть всё ближе и ближе война добирается до так называемой элиты российской, для которой войны до сих пор нет. Скажите, пожалуйста, что будет дальше? Я скажу. А вы представляете, это ведь только дроны. Это только дроны. А если действительно у Украины появятся баллистические ракеты? Даже не те, которые у неё имеются, и на отдельные из них, на эти средства, пока ещё нет разрешений, ну, если они дальнего радиуса действия, для ударов вглубь территории России. А свои ракеты, которые Украина вполне можно считать за какой-то обозримый срок, начнёт происходить. Ну, понятно, с западными узлами, с цеплениями, с сборкой, это очевидно. Но если такие ракеты появятся, что тогда? Вот что тогда? Ну, то есть очевидно совершенно, что, во-первых, с точки зрения военно-технической, Украина, видимо, собирает, ну, об этом много говорилось, собственные дроны, они тоже могут состоять из разных частей, запчастей, цеплений, деталей западных. Это не имеет значения. Ну, собираются они, производятся в Украине. Причём это массовое производство. Речь идёт о, по-видимому, тысячах дронов, которые производятся ежемесячно. То есть это огромное количество, которые, в общем, тяжёлые дроны, они несут достаточный объём взрывчатки. Разумеется, российское ПВО, российские средства пытаются сбивать, и, наверное, какую-то часть значимую, большую часть сбивать, но всё равно это пробивается, долетают эти средства. Это говорит о том, что дальше не будет лучше. Вот это очень важно понять. Я, собственно, об этом говорил с самого начала войны, что война перейдёт на территорию Российской Федерации. Лучше её остановить, уйти с территории Украины и прекратить. За два стола года это не произошло. Значит, дальше будет хуже, дальше не будет лучше. Ощущение, что у Украины кончатся дроны, Украина проиграет. Ну, какие там у пропаганды российские в запасе варианты развития событий. Ну, это рассчитано на круглых дебилов, понимаете, на идиотов. Ну, дальше будет хуже по той простой причине, что появятся ещё и баллистические ракеты с неизбежностью. Неотвратимо появятся. И эти удары будут уже производиться, так сказать, по самым чувствительным объектам. Самым чувствительным объектам. Вряд ли они зацепят Путина. Путин всё время в бункерах. Он не сидит ни у себя в комедете в Кремле, ни на даче в Рублёвке Никольском и так далее. Я думаю, там где-то в бункере в Бочаровом или ручье. Он очень любит Сочи. В других местах. Но сама по себе тезис о том, что война приходит в Россию, причём глубоко в тыл её, это не просто приграничный район, где вообще в Курской области войска оставят украинские. Не-не-не. В Москве, Подмосковье, в близлежащих областях и так далее. Хотя и учитывая, что расстояния-то смешные, от Курска до Москвы 500 километров. Это что, такие уж огромные расстояния, которые не может преодолеть дрон, не говоря уже о баллистической ракете. Ну, то есть, проблема только для Украины в количестве и как бы в определённых видах средств, которые Соединённые Штаты пока не позволяют использовать для ударов вглубь России. Теперь что касается элиты. Смотрите, для элиты это болезненно, это страшно, это рискованно, потому что, ну, дрон может прилететь куда угодно. Он может прилететь в квартиру, в дом на Рублёвке, может куда угодно. Это такая вещь, да? Для народа нет. Народ живёт другим, понимаете? Во-первых, он не сражает эмпатией, то есть, он не сочувствует таким же, кто попал под эту раздачу. А таким попадаются. Всё это, конечно, печально, но это закономерный итог войны. После двух с половиной лет она вот такая теперь война, она другой не будет. Как я уже сказал выше, она будет хуже. Элита этим озабочена. Говорить о том, что они игнорируют это? Нет. Я знаю, что какая-то часть перебирается в Дубай, подживает в Дубае, старается избегать возможности находиться в России долго. Это точно. Ну, не потому, что они думают, что случайный дрон вдруг его где-то зацепит, там, в Москва-Сити или в другом месте. Не поэтому. А они обоснованно, возможно, полагают, что конкретно на этих людей будут направлены эти средства. Там, на их дома, на их офисы, да? То есть они имеют основания опасаться. Ну, кто это могут быть? Высшие чиновники, олигархи, пропагандисты. То есть есть им основания опасаться? Ну, а почему нет-то? А почему у них нет основания опасаться? Если вы убиваете по 40 человек в Полтаве, связистов, убиваете семьи во Львове, ну, кто из вас может быть гарантированно находиться безопасно? Ну, кто? У Украины сдерживающих в этом смысле оснований никаких. А что может быть хуже того, что уже делается в отношении Украины? Поэтому на самом деле, да, для элиты это болезнь, это рискованно, это опасно, потому что это точечный удар. Могут быть отношения их. Народу все равно. Русский человек, он, вы знаете, как на авось живет. Вот, с учетом воспитания Кремлем и пропаганды отношений к другим людям «умри ты сегодня, я завтра». При полном, так сказать, ощущении какого-то безразличия и к собственной судьбе. Ну, а иначе как вы объясните, что тысячами уходят мобилизованные, контрактники гибнут такими же тысячами, и ничего не происходит. Никому не приходит в голову сказать «да заберите вы свои рубрики, оставьте нас в покое». Нет, это же не происходит. Значит, отсюда мы делаем вывод о безразличии и к собственной судьбе, и уж точно абсолютно к судьбе других людей. Поэтому, да, это по нарастающей будет идти. Это не ослаблено. Просто пусть никто не питает иллюзии. Вот в чем все дело-то. По поводу настроения в окружении Путина, к этим настроениям мы еще вернемся. А я сейчас хочу добавить и еще одну хорошую новость нашим зрителям рассказать. О том, что Энтони Блинкин заявил, что в пятницу планируется разговор, который для Украины может стать историческим. Исторический, историческим разговором между Джо Байденом и премьер-министром Великобритании. О чем разговор? О том, чтобы разрешить наконец-то Украине бить западным далекобойным оружием. Скажите, Марк, если таки наконец это произойдет, что после этого будет? Ну, известно, что премьер-министр Великобритании поддерживает разрешение выдачи на абсолютно любое использование всех средств, в частности, Великобритании, которые бы они могли использовать для ударов в глубь территории России. Это в том числе и ракеты Stone Shadows и другие средства, которые Великобритании передаются. Вашингтон и Лондон пытаются договориться, будет ли так же поступать Вашингтон. Как я себе понимаю, я не присутствовал при разговорах, я не буду присутствовать при их разговоре, но давайте попытаемся реконструировать. Что может ответить Байден? Байден может сказать только один аргумент. «Дайте нам провести выборы в ноябре, дайте нам победить Хамаля Харрис, и тогда нам вообще до фени. Будет 4 года, мы будем разрешать все, что угодно». Как я себе это представляю. То есть они не хотят втянуться в какие-то непредсказуемые последствия такого рода разрешений для ударов в глубь территории России со стороны Киева, которому предоставлены эти средства, чтобы это повлияло на выборы. Они могут считать, что победа очень близка, и что стронуть эту ситуацию вот этим обострением, эскалацией международной, ну, типа неизвестно, чем Москва ответит, они не хотят. И я думаю, что будут согласовываться не сам принцип давать или не давать, а сроки, когда разрешать и давать. Понимаете? А можно я наоборот? А если вот сейчас мы зеркало поставим, а по-другому. Смотрите, с другой стороны, а что Байдена уже терять? Он уходит, и, может быть, для него разрешение наконец-то бить Украине по России далекобойным оружием по военным объектам, это и станет вот такая для Байдена, знаете, громкая финальная нота, когда он может помочь нам выиграть войну, и тогда он уходит, вошедший в историю, получив Нобелевскую премию мира, а не как, ну, извините меня, там уже стареющий политик на закате, который ничего внятного, который имел блестящую карьеру, но ведь сейчас все помнить будут, будут по этим действиям, или там по бегству США из Афганистана. Почему, наоборот, сейчас уже как нечего терять, и эти же баллы он и Харрис может передать? То есть вот победили Путина, решили стать опять сверхдержавой. Олеся, вы по адресу обратились, вы обратились ко мне по адресу, сейчас я вам объясню, спросите меня, почему вы обратились по адресу? Почему? Потому что сейчас я нахожусь в Соединенных Штатах Америки и очень внимательно изучаю новости, газеты, то, что говорится, беседуя с адресами. И Байден в соседней комнате, правильно? Нет, он, конечно, не в соседней, хотя он был здесь недавно, на Берри Хиллс, отдыхал, кстати, после пляжа, вот, у него была краткосрочная поездка здесь, в августе. Значит, на соседнем лежаке, Берри Хиллс, и он меня к себе не приглашал. Проблема не в этом, я вам сейчас скажу, он вообще базу имеет в Далавере, он как бы из Далавера известный, у меня там ранчо огромное. Смотрите, вы рассуждаете линейно и правильно, я бы тоже с вами так рассуждал, взирая на ситуацию в стране, ну, действительно, ты на девятом десятке, ты уходишь, причем уходишь, ну, как, ну, из-за деменции, из-за старости, не участвуешь в выборах повторных и так далее. Ты действительно можешь тем самым и войти в историю, и оказывать услугу в известном смысле Харрис, дать импульс успешным украинским войскам и так далее, но это гораздо более сложный рисунок, и я вам объясню, почему. Тын Байдена сейчас находится под судом, он признал вину, ему грозит 25-летний срок. Понимаете? И суд пройдет сразу после выборов, в ноябре, по-моему, или в начале декабря. В декабре. Там, в декабре, по-моему, да. Причем он признал вину, то есть сейчас вопрос стоит о назначении наказания, чтобы избежать непосредственно суда и рассмотрения всех этих вопросов. Там обвинение в хранении оружия, там есть кое-что, неприятные вещи, но тем не менее сам факт. Может быть, он не самый большой преступник на свете, но тем не менее эта проблема есть. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателе фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Там сложные отношения внутри демократической партии между штабом Камала Харрис, самим Байденом, элитой демократической партии в лице семей Обамы и Клинтона. Его сейчас уговарят вообще уйти раньше, досрочно, чтобы помочь Камале Харрис выиграть выборы. И, возможно, в октябре такое решение состоится. За фактически 3 месяца до инаугурации, до 20 января 2025 года, если Камала Харрис победит, она будет инаугурирована именно в этот день. Это традиционный день в январе, когда приходит к должности новый хозяин Навального кабинета. И ему сейчас достаточно непросто лавировать в этой ситуации. Почему? Потому что он рассчитывает, что, естественно, после победы Камалы Харрис, что его сын будет помилован. Не сразу. Это не произойдет сразу. Но если состоится в суд, ему назначено наказание. Оно может быть до 25 лет, хотя срок может варьироваться. Могут учитываться какие-то обстоятельства, судья выносит решение. Это может быть и меньший срок, но он рассчитывает, и идут сложные переговоры, что будет судьбой его сына. Но это все-таки сын. Понимаете? Это все-таки сын. Причем действия эти законные, это не то, чтобы там кто-то втихую чего-то там делает. Это все публично. Это обсуждается в прессе, кстати, в американской. Помилует ли Хантера Байдена или нет. Сделает, ну, как вы понимаете, с Трампом все сложнее. Если Трамп победит, все гораздо-гораздо сложнее. Если победит Камала Харрис, и такие условия действительно обсуждаются. Первичны ли они по отношению к помощи Украины? Конечно, да. Для Байдена важнее сейчас спокойно уйти, спокойно, значит, добиться того, что Хантер не будет сидеть, завершить как бы свою каденцию успешно. Там были споры по предвыборному фонду, который на него собрали. Там 250 миллионов долларов. Я не знаю, как разрешился этот вопрос. Передали ли его Камале Харрис или новые деньги собирали. Ну, там такое. Разные непростые вопросы внутриполитические, внутриамериканские. Понимаете? Я считаю, что в душе Байдена-то ну, терять его нечего. Он бы, наверное, и согласился бы с этой позицией передать Украине эти виды вооружения. И разрешение дать ударов по территории России. Но слишком много гирь висит, понимаете? Других политических, понятийных отношений и так далее. И поэтому он будет исходить не из вот своей исторической миссии, как вы сказали, Олеся, а будет исходить из комплекса интересов, согласований, баланса этих интересов внутри демократической партии, внутри элиты и вообще в Вашингтоне с учетом вот всех тех перечисленных проблем, которые есть. Еще раз повторяю, в них первичные внутриамериканские, внутриполитические проблемы. К сожалению, к счастью, но это так. И поэтому страгивать ситуации, если не придут к консенсусу все, Камала Харрис, ее советник, которого прочь на место Селивана Гордон, элита демократической партии, семья Обама, семья Клинта и масса других людей, лидеры партийных комитетов и так далее, если они все вместе не договорятся, то такое судьбоносное решение о том, чтобы бить по территории России дальнобойными средствами, которые передаются Украине, наверное, решение вот так легко принято не будет. Как раз наоборот, после ноябрьских выборов руки будут развязаны, потому что впереди четыре года и действительно нужно будет выполнять и дальше, уже Камале Харрис есть, и она победит. Предвыборное обещание о помощи Украине, ведь она же об этом заявила. Буквально сегодня у нас предстоят дебаты, которые мы будем сегодня наблюдать в шесть часов вечера по Калифорнийске, по-моему, да? Четыре утра по Киеву, да? Да, будут дебаты между Трампом и Харрис. Они будут определяющими. Если Харрис удастся выдержать под, так сказать, напором Трампа, если она продемонстрирует лидерские качества, если она будет политически уклюжа, вот так скажем, да, то судьба выборов может быть, может, я не утверждаю, предрешена. Потому что октябрь это всегда месяц, остающийся до выборов, месяц компроматов. В последний момент будут все вываливать и так далее, но про Харрис уже чего только не вываливали, что она кошатница и бездетница, и что она двигалась, значит, за счет своих чар внутри Калифорнии, став прокурором, ее отношения с мэром, ее муж Эмхов и так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому не так линейно решается вопрос о помощи Украине. Вот мы констатируем это, понимаете? Хорошо. Через отношения Великобритании и США хочу вернуться к настроениям в окружении Путина. А именно, смотрите, на днях в Лондоне состоялось реально историческое событие. Чуть ли не впервые за всю историю публично к прессе вышли два главы спецслужб, самых сильных спецслужб мира. Это Бёрнс, это Мур, которые выступили совместно, которые еще раз призвали мир и рассказали о том, какие стоят угрозы и Россия, и Китай и так далее. Но что они сказали? Они сказали о том, что в окружении Путина сейчас происходит раздражение, что Курская операция очень сильно повлияла на это. Скажите, пожалуйста, Марк, вот реально, как вы думаете, как она повлияла и к чему вот это вот настроение в окружении может привести? Они там сказали о каких-то трещинах внутри окружения. Вот я бы разделил вопрос недовольства, ропота этого окружения, элиты, которая, в общем, причины понятны. Зачем это нам все это надо? Санкции, война, заход на территорию Российской Федерации, мобилизационная экономика, невозможность выехать к своим капиталам, так сказать, невозможность встретиться из-за санкции со своими проститутками, которые по всему миру рассеяны, и доверенные лица, которые эти капиталы оберегают. Зачем нам это вот все? Любой олигарх, любой высший бюрократ скажет, что война ему принесла, может быть, большие доходы денежные за счет военных контрактов и так далее, так они бы их и так все равно бы украли. Не было бы войны, они что-то перестали бы воровать, что ли? Что, они перестали бы зарабатывать, но, может быть, не с этим темпом. Вот когда говорят, они на войне обогатились, так они и без войны обогатились. Мы ведем речь-то о горстке, там, 100-200 высших должностных лиц и олигархов, там, сказать, мультимиллиардеров. А вот и сдержки, которые несут, и непредсказуемость будущего, которая несет такой ход войны, а вот это гораздо болезненнее. То, что тебе там украдено было, это может отнято быть в минуту. Сама власть, там Кремль это доказывает. Вопрос ведь не в том, есть ли там трещины, наверняка они есть. Я думаю, главы разведок прекрасно осведомлены о том, что там происходит, о настроениях и так далее. Для этого достаточно источников, чтобы получать эту информацию. Я так считаю. Вот. Но вот смотрите, какая штука получается. Мы не видим никакой потенции со стороны этой элиты, всех трещин, которая, уж я не знаю, анальных там трещин или каких, вот, значит, чтобы они имели готовность и возможность реализовать это недовольство. Ну, то есть как, например, в армии их сажают, преследуют якобы за коррупцию. Хотя мы видим, что Путин щелкает армию за то, что она не дала ему нужного результата. То есть отводит вину от себя и говорит, это они плохо воевали, это не я неправильное решение принял, а в начале войны февраля 2022 года. Это они просто не смогли за три дня Киев взять. Ну, кому это понравится? Какой армии это понравится? Почему вы нас делаете крайним? Вы ввергли нас в эту авантюру, мы гибнем, мы воюем, вы тут сидите разворовываете, вот, а, так сказать, мы должны еще и отвечать и садиться в тюрьмы. Коррупция была всегда. В армии генералитет всегда жил коррупция. И до войны, и в ходе, и после будет жить. И, как видим, смена Шойгуна, Белоусову тоже ни к чему не привела. Те же, тоже воровство, в тех же объемах, только другие люди посажены. Ну, типа Цивилева, замминистра обороны, внучатая племянница Путь. Ну, и что? А что, процесс как-то изменился вообще не изменился. Ну, мы этого вообще не видим. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столица независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Поэтому на самом деле недовольство мы констатировали, но как они его реализуют? Вот когда был Пригожин, его поход 23-24 июня в прошлом году, вот тут мы видели, мы понимали, Пригожин реализовал посредством военного мятежа свои претензии, свои инвективы по отношению к высшей власти. Будет он в конечном итоге, потому что разговоры о том, что он идет на марш справедливости, чтобы устранить шок к Герасиму, ну это так. Безусловно, это имело политическое выражение и это выступление было фактически против политики Путина. Тут мы это видели, тут мы это увидели, да? А значит, как это сделает элита? Ну, она, по идее, должна задушить, я не знаю, шнурком Путина или отравить его, или там, ну как, какой способ изменения? Все сконцентрировалось на одном человеке. Если вы убираете Путина, никакой войны больше нет. Ну что, очевидно, потому что она больше никому не нужна. А кто ее является протагонистом? Они остаются на своих клетках, выбирают из себя более умеренного перца, который наладит диалог с Западом, смягчит санкции, как-то договорится с разного рода посредниками с Украиной. Вот такой нужен. Ну, я не знаю, кто это может быть. Кто угодно. Мишусин какой. Да любой будет. Даже самый дебил вот Медведев. И то, это лучше для них, чем, смотрите, это лучше, потому что он слабый, слабый, как кишка, понимаете, так сказать, с полипами. Поэтому, на самом деле, Медведев ли, не Медведев, я сейчас говорю о том, что не имеет значения, кто будет, лишь бы не Путин. А вот, тут нам ничего не говорят, ни главы разведок, и мы до конца не понимаем. А как они это реализуют? Что они сделают? Ну как? И вот тут понимания нет. И действительно, Путин очень озабочен своей безопасностью. Он понимает эти риски. Вот нельзя сказать, что Путин их не понимает. А что он на бронепоездах ездит, на самолетах летает только выборочно? Охрану, она постоянно увеличивается, вы понимаете? Они в регионах создают отделение ФСО, которое сопровождают, будь то, если он летит на самолете, диспетчерские, вот, как известно, значит, резиденты его охраняют, которые периодически горят, тем не менее. Ну, понятно, что дроны, украинские диверсанты это все посылают. Ну, то есть, это говорит о чем? О том, что Путин сознает риски и угрозы, которые могут возникать в связи с его политикой, понимаете? И это означает, что для того, чтобы конвертировать это недовольство в конкретные действия, элите, надо проявить волю. А мы видим только ее безволие, понимаете? И больше ничего. Хорошо. Вот вы сказали о преемнике. Западные СМИ сейчас начали писать о новом преемнике в виде Кириенко. Вдруг. А Кириенко, который сейчас руководит пропагандистской русской машиной. Вы хорошо его знаете? Я его не знаю. Я его видел на нескольких мероприятиях в конце 90-х, начале 2000-х, когда сам должен был баллотироваться от СПС в Государственную Думу. Близко никогда не был знаком. С окружением я Кириенко поддерживал отношения в то время, когда он был еще молодым, подающим надежды либералом-реформатором. Он и тогда мне выглядел совершеннейшим, так сказать, каким-то шизиком. Хотя другие его оценили по-другому. Там была такая сложная история. Он действительно, я считаю, занимался саентологией. Ему близок был там Ротари Круглуп такой. Он из Нижнего Новгорода. Там группы такие были из Тольятти, молодых предпринимателей, которые вокруг него кружились, бывших комсомольцем. Он же, по-моему, был вторым, или, боюсь, собрать первым секретарем горьковского горкома в ЛКСМ. Очень специфическая натура. Все время изображал, что он занимается восточным единоборством. Кенда и так далее. На самом деле, я не считаю его большим гением. Он ставленник сейчас Ковальчуков. Когда-то, конечно, его продвигал Немцов, сделал премьер-министром. Ну, там сложная комбинация была в конце 90-х. Киндер-сюрпризом его называли. А сейчас что? Ну, он обычный коррупционер. В Росатоме он работал с Ковальчуками. Также они его и передвинули, Юрий Ковальчук, на место, на позицию первого заместителя главы администрации президента по внутренней политике. Для Путина он очень успешный, в этом смысле чиновник. Но не орел, понимаете? Не орел. А что это за история с саентологией? Это о чем? Это известная история. Он отрицал это всегда, но многие знали о том, что он увлекался саентологией. Саентологи, которые приезжали в Москву, с ним общались, встречались. Сейчас, мне кажется, он это как-то так закамуфлировал. Ну, типа, он верит в обожествление науки, всяких, значит, знаний. Сын у него, как вы знаете, ВК, по-моему, возглавляет, да? ВКонтакте. Да, да, да. Там сложный рисунок, там передали Ковальчукам это. Усманов, по-моему, сбросил себе актив. Насколько я понимаю, весь медиа актив. Поэтому сейчас же Кириенко идеолог закрытия Ютуба в России и всех остальных соцсетей. Вы знаете, нет однозначной информации, потому что... А что? Ну, закроют они. Они же в ВК и в Рутюбе даже не создали альтернативу. Там, по-моему, гораздо сложнее игра идет. Я не могу судить твердо. Я видел документы совещания, их публиковали. Это не то, что там мне кто-то принес. В интернете совещания, которые проводились в Вайна, главой администрации президента по закрытию Ютуба, они все опубликованы. Если кто захочет, в интернете найдет. Там и Кудрин принимал участие, будучи представителем Совета директоров или наблюдательного Совета колонии. В Яндексе-то он типа числится на какой-то дозритель. Общественный. Какой-то совет наблюдательный. Вот. Значит, я не думаю, что вот так линейно решается вопрос. Ютуб не нужен. Это точно, абсолютно. А администрация президента, она то так, то эдак себя ведет. Иногда они, кстати, и говорили, что не надо с этим торопиться, надо повременить. Вот. В конце концов, Ютуб нам не опасен. Они не могут в такой решающей степени воздействовать на население. Мы все равно проводим выборы, как хотим. Кстати, он был ответственный за проведение выборов президента. Но, опять же, я всегда говорю, вот говорят, ой, он, блин, так талантливый 87% написал Путину. Так погодите, а в концлагере ты в нормальных выборах поучаствуй, ты в дебатах поучаствуй, ты на законных основаниях хоть раз покажите свои таланты-то. Понимаете? Поэтому вот эти разговоры про гениальных управленцев талантливых, каких-то пропагандистов, организаторов, организаторов внутренней политики в России. Ну, конечно, что бы не организовать под пистолетом-то? При Сталине очень было удобно быть эффективным менеджером. А что, если не так, что, он расстрелял в Бутовский полигон раз и выстрелил в голову. Так а что не быть эффективным-то? И под этим пистолетом все производилось. Хоть не прогресс, хоть, извините, самолеты строились, хоть война выигрывалась. Поэтому я как бы с других точек зрения оцениваю. Для меня Кириенки, Медведевы, все остальные, они не являются никакими эффективными. Их эффективность не доказана свободной конкуренцией. Их эффективность доказана в этом тоталитарном государстве. Поэтому я не верю в сменничество Кириенка Путина. Для этого нету таких предпосылок. Даже если Ковальчук, Юрий Ковальчук имеет виды какие-то на этот счет. Это не учитывает наличие силовых ведомств в этой конструкции, ПСБ и всех остальных, которые вряд ли такую кандидатуру согласуют. А вот кто такие эти братья Ковальчуки возле Путина? Потому что, судя по всему, их власть все больше и больше растет. И близость к Путину все больше и больше растет. Что это за люди для него? Ну, это выходцы из Питера, с которыми он знаком еще с начала 90-х, Кооператив Озеро. Ну, Михаил Ковальчук тот по фазе едет. Он там возглавляет Курчатский институт атомный. Типа изображает из себя ученого верить в рептилоидов, чтобы вы понимали. Кого? Ну, рептилоидов, на Биру там летать и так далее. Он из этой категории. Да ладно? Да, да, да. Что вы, что вы? РЕН-ТВ, которая принадлежит его брату Юрию Ковальчуку, Ньюс Медиа, вот она пробавляется самым главным. Это рассказами о каких-то инопланетянах и плоской Земли. Так что там все непросто. Про это достаточно там информации, она вся публичная. Я видела, что Ковальчук поставил задание найти эти таблетки для вечной жизни или что они там сейчас хотят. Вот это я видела. Так они их и ищут. Ну, я думаю, что Юра-то похитрее. Это, наверное, может и верит. Я не знаю. Не проверял, не разговаривал, не могу достоверно свидетельствовать. А это деньги на этом зарабатывают. Они давно, она еще с Колковой они в этом участвовали. Ну, там больше Дерипаска роли. Распили. Дело в том, что Юрий Ковальчук финансирует дочь Путина, Воронцову, которая вот занимается типа биомет или как там, там биохим, там я не помню, какое-то подразделение в Ленинградской области они институт целый создали. И она занимается этими биотехнологиями, которые по продлению жизни. Ну, я думаю, что скорее всего там они достаточно прозаично все. Они пытаются приглашать западных специалистов для того, чтобы, ну, ускорить вопрос выращивания, клонирования органов. Да, там сердце, почки, печень, вот такое. Я думаю, что они скорее на это вкладываются. Это не какие-то фантастические. А Путину нужен какой-то орган? Во-первых, органы нужны всем запасными. Раз. Ну, не только половые, если я об этом кто-то подумал. Я вообще не успела. А я не о вас, я о гипотетическом зрителе. Нужны и почки, и сердце. Они же изнашиваются. Пусть и на восьмом десятке. Но логика здесь есть. Логика здесь есть. И эти операции, они, скажем так, пока в экспериментальном виде, но они пока приносят первые результаты. Действительно, какие-то клетки, ткани уже выращиваются. во всем. Ну, там есть какие-то проблемы, они ускоренно решаются. На Западе, я вот здесь, в Калифорнии, нахожусь, здесь много таких исследовательских групп, очень мощных. и сосредотачиваются они именно на этом. На том, что реально можно увеличить жизнь, отодвинуть активное старение внутренних органов там на 10, 15, а то и 20 лет. То есть, условно, если для человека, не страдающего серьезными заболеваниями, серьезными, я подчеркиваю, неизлечимыми заболеваниями, там, срок жизни, это по меньшей мере 80 лет, 80 лет он доживает сносно. Ну, как Байден. То есть, тебе поставить новое сердце, новые мозги сложно. Там, я, кстати, сейчас поинтересовался, оказывается, а вы знаете, не так все просто. Оказывается, можно выращивать клетки мозга, вот если, знаете, солдаты здесь, в Америке, тех, кто пострадали, ну, снаряд или чего-то, осколок там, знаете, треть мозга отлетает вместе с черепной коробкой. И уже исследование есть, восстанавливает, можно восстанавливать, если не весь мозг поврежден, то вот недостающую часть можно наращиванием клеток, уже такие исследования вовсю идут. То есть, оказывается, не весь мозг можно заменить, а часть мозга можно заменить и восстановить нейронные связи внутри этих новых клеток. Так что, тут не все так однозначно. И поэтому, да, ковальчуки в это вкладываются, ну, а цель какая? Так это же декларируется, чтобы Путину продлить жизнь, вот и все. На лишних 20 лет, например, на 15, на 10. Понятно. У меня еще есть парочка очень важных тем, вот хочу все это успеть с вами обсудить, времени не так много, тем не менее. На днях вышло расследование, подробное расследование медиапроекта Досье о секретных детях Путина. Речь идет о сыновьях, его сыновьях Скабаевой, старшего зовут Владимир, младшего зовут, нет, старшего зовут Иван, младшего зовут Владимир, они живут на Валдае, но ведь первым-то эту информацию, Марк, озвучили вы, давая, кстати, интервью Дмитрию Гордону. И более того, вы ведь не только рассказали об этом и о подробностях, дали очень интересные, кстати, друзья, кому будет интересно, после нашего с Марком эфира, вы можете просто прогуглить и в Ютубе найти это интервью. Вы ведь там рассказали, что старшего сына Путин готовит себе в преемнике. Что вы можете, вот когда вы прочитали расследование досье, и учитывая ту информацию, которую вы владеете, что вы можете об этом сказать? Смотрите, еще до всего, до вот озвученной версии полгода назад, мне писали люди из Лугана, по-моему, из Лугана, которые работают в клинике, где рожала Кабаева. У меня эти письма есть, ну, я не могу их фамилию озвучить, это медики, страховщики, которые, говорю, мы ее здесь видели, она здесь, она здесь рожала. Рожала детей. И не секрет, что это были дети Путина, тут крутились там и Ковальчуги, и ФСО, лошники, так сказать, это ни для кого не было секретом, для врачей, которые принимали роды мальчиков от Кабаева. Поэтому информация о том, что дети там есть, и что это сыновья, и что они родились в Швейцарии, как бы, в общем, она фигурировала. Все знали, что у Кабаева трое детей, и поэтому, ну, как бы, тайны полишинели такие, знаете, ну, более-менее все об этом знают. И, кстати, буквально, как он, в этом году исполнилось, 40 лет, по-моему, 40 лет Кабаева исполнилось. Вот. Сама по себе информация о наличии детей у Путина и Кабаева не являлась никогда секретом. Вот я об этом подчеркиваю. Да, важны детали. Хорошо, Иван, Владимир, значит, дети. Ну, вот расследование досеек говорит о том, что они на Валдае. Я такой информации не обладаю, но, скорее всего, это так. Почему? Потому что вряд ли они за границей. Вот я о чем хочу сказать. Ну, а на Валдае или в Бочаровом ручье, ну, честно говоря, разница, ну, какая. Ну, переезжаются на Омес на другое. Может, на Валдае, может, в Сочи, может быть, в Подмосковье. Неизвестно, но это для меня не очень принципиально. Ну, наверное, так оно и есть. Я просто не знаю. А вопрос, самый главный, ведь в другом. Действительно ли Путин видит своих отпрысков преемниками, которых он собирается надать. А вот тут я считаю, что я могу определенно свидетельствовать о том, что он именно так и считает. Он этого именно хочет. Меня, кстати, клевали. Я вот первым озвучил версию еще до и после, потом озвучивал Ивана и Владимир, его сыновей, что Путин строит, точнее, изменяет нынешнюю тоталитарную модель управления России в сторону династической. Он ее меняет резко. Почему? А потому, что спустя 25 лет он понимает, уйти нельзя, передавать власть придется, слабеть придется физически, и нужно в этот период не опростоволоситься, что называется, не передать тому власть, кто у тебя ее окончательно отнимет, а с тобой еще и расправится. Ну, не повторить даже в лайт-режиме опыта Назарбаева, который передал Такаеву, а не своей дочери Дориге. И, в общем, сейчас бы вот изменить ситуацию, он бы назначил Такаеву, вот простой лакмус. Ну, понимаете, и такое мы видим повсеместно, повсеместно, при жизни не успевают все это сделать, а потом каются, а что же мы наделали? То же самое в Узбекистане было, в Туркменистане, когда пришел стоматолог, а теперь Губонгулы Бердамухаммедов, оставил своего сына, сейчас сын, Бердамухаммедов, видите, как все поворачиваются, ну, понятно, что такие же женщины, что в Изабайджане, у Гейдара Алиева сын, является президентом, то же самое пытается делать Лукашенко со своим Коленькой, а почему Путин это не делает, я все время задаю вопрос, и мне все время возражали, говорили, ну, там дочери, там еще чего-то, да и не принято так в России, ну, раньше не было принято, да, но он выводы же сделал Путин, правильно? Выводы сделал, по миру мыкают, что дети Сталина, что дети Хрущева, Брежнева, там отчасти Андропова, ну, Горбачева, так сяк, благополучные ельцинские дети, с австрийским гражданством Таня Валя и все эти отпрыски, Боря, его внук в Америке живет, плейбоем работает, понимаете? Ну, как бы, я думаю, что логика у Путина именно такая, оставить в качестве преемника, оставить в качестве преемника кого-то из своих детей, другое дело, всех смущает, ну, хорошо, а там старшему 9 лет, это же получается, ну, по меньшей мере, надо лет 25-30 ждать, чтобы Путин намеревается жить там до 100 лет, что ли, и находиться у власти, а мы не знаем этого, какая у него схема в голове, а может он Дюмина поженит на своей дочери, и сделает его преемником, в качестве регента над маленьким сыном, может быть так, я не знаю, я не знаю, но то, что он заводит всех своих родственников во власть, ну, вот, Цивилева, его племянница, замминистра обороны, статус-секретарь, по-моему, да, ее муж Цивилев, министр, дети Ковальчука, один счетный, сын Патрушева, вице-премьер, это что? Я задаю вопрос, это что? Это сословная, династическая система, тоталитарная система, которая, в общем, рассчитывает сохранять власть в руках нескольких семей из окружения Путина и самого Путина, ну, Путина не одна семья, а это уже семьи. Марк, по поводу переговоров возможных и окончания, возможного окончания войны в этом году, вот Владимир Зеленский сделал заявление на открытии Рамштайна о том, что этой осенью надо закончить войну, вот Шольц заявил, что надо очень часто интенсивировать дискуссии там и сделать так, чтобы Россия была осенью на саммите мира, Алиев сказал, что вот, мол, мы готовы участвовать, чтобы стать площадкой для переговоров, тут руководитель Австрии то же самое сказал, что Австрия готова, то есть все как-то на этой теме, все больше и больше. Скажите, есть ли у вас какая-то инсайдерская информация, что происходит в этом треке? Ну, мое глубокое убеждение, там разные-разными руководствуют соображения, я не вижу перспективы начала переговоров и окончания войны в этом году. Ну, как минимум до ноября, пока не пройдут выборы, потому что, ну, слушайте, это совершенно принципиально разные развилки, так сказать, в сторону Трампа или в сторону Харрис. Но это вообще ни одно и то же, вот ни разу ни одно и то же. Пока этот вопрос не разрешится в Соединенных Штатах, но говорить о каких-то там предпосылках для того, чтобы Москва приняла участие в формате по формуле мира в Свейцарском, который прошел под Люцерном в конце июня. Или, так сказать, Катаре, якобы начинались переговоры между Украиной, при посредничестве США и, возможно, частично Китая, мы не знаем роли Китая, между Россией и Украиной. Другие инициативы, челночные визиты Орбана туда-сюда. Ну, понимаете как, слишком много составляющих, которые дают неопределенность. Я пока предпосылок не вижу. Во-первых, и Москва сама не выразила ясного, понятного запроса на то, чтобы в этих переговорах принять участие без тех предварительных условий, которые Путин обозначил. Три условия перед швейцарским страном. Внеблоковый статус Украины, то есть запрет наступления в НАТО, что является противоречием Конституции самой Украины. Это отмена всех санкций. С чего бы третьи страны вводили, почему это он вводит такое условие, предлагает его, что коллективно должны решать, а какая-то страна не хочет снимать санкции. И третье, это по отношению к самой Украине, она должна вывести свои же войска, свои же территории до административных границ четырех областей. Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской. Ну это что? А сейчас, наверное, и четвертые условия возникли. А вы еще из Курска уберите войска. Ну, наверное, так он хочет. Ну, как я это понимаю. Или как? Или он согласен, что часть Курской области все равно будет оставаться под контролем вооруженных сил Украины. Ну, то есть, понимаете, ситуация такая, что слишком много неопределенности для того, чтобы таким переговором начаться. Тайные консультации наверняка идут между Вашингтоном и Москвой, между Пекином и Вашингтоном. Они идут. Но вот переговоры это процесс, который публичный и который, начавшись, требует финала, какого-то окончания вменяемого. И я вот для него предпосылок не вижу, потому что о стартовых условиях никто не договорился. Марк, на финале лирический вопрос. Недавно Служба безопасности Украина вышла с заявлением о том, что они задержали группу агентов, элитных агентов ФСБ, которые готовили убийство Дмитрия Гордона. Скажите, когда Вы новости это увидели, что Вы подумали? Вы знаете, я не удивился. Вот я как бы не испытал никакого по этому поводу чего-то удивления или чего-то такого. Ну, а почему нет-то? Мы такое видели. Мы такое видели. Попытки дестабилизации или наоборот какого-то, так сказать, внесения сумятины и мишени выбирать совершенно произвольно. Произвольно. Может быть, это какая-то попытка ответа за какие-то удары со стороны спецслужб Украины по пропагандистам такие же были. Кому-то там голова оторвалась, вы помните. Кого-то еще что-нибудь взорвали от того же Прилепина. Может быть, они так как-то хотели. Вот. Мне сложно гадать. Для этого должны СБУ, там другие ведомства, ну, какую-то публичную информацию дать, раз они этих людей задержали, значит, какая-то информация-то есть. Гадать сложно, но логика понятна. Почему нет? Логика понятна. Они всех, кого только хотят, кого могут, хотят убить, понимаете? Или не могут, но тоже хотят убить. И с этой точки зрения, ну как, Дмитрий Гордон, иноагент, почему-то, будучи гражданином Украины, он осужден, насколько он осужден, на 14 лет? На 14 лет. А, на 14 лет. Причем у него статья, по-моему, не 207.3, у него, по-моему, оправдание терроризма, или я вот не помню какая-то. Там призывы убить Путина и Лукашенко, там, агрессивно. Это что-то с терроризмом связано, наверное, 205. Я не знаю, надо посмотреть, но сам факт, ну неважно, они еще 10 статей навалят, да, не в этом вопросе, мне тоже его на 11 лет выдали. Я к тому, что, ну, как бы для них мотив прямой, он уголовник, он нас убить хотел, значит, мы его хотим убить. Они его считают иногентом, то есть, открытым своим врагом, они его считают, врагом, прямым. И логика совершенно понятная. Марк, спасибо вам большое за интервью, за, как всегда, интересную информацию и до следующих встреч в эфире. Спасибо, всем всего доброго.